Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прио, и сегодня мы поговорим о замечательном, реально классном действии, которое всё-таки произошло. Как я и говорил, аддон всё же будет, само собой, с целью того, чтобы просто-напросто можно было легко отсылать абсолютно все отряды и всех спутников. С самого первого дня стримов, в тот момент, когда был построен командирский стол, люди постоянно задавали вопросы о том, что как всё вообще отсылать, что вообще с этим делать, и поскорее бы аддончик уже какой-нибудь вышел для того, чтобы просто-напросто всё отсылать. Окей, готово, как говорится, не прошло и 20 лет, модификация сделана в виде векауры, то есть что нам нужно сделать изначально? Изначально мы должны скачать саму модификацию векауры и уже в последующем просто-напросто загрузить код, который я загрузил в текстовый файл в архивчик. Архивчик будет в описании к этому видосику в виде ссылочки на обсуждение в ВК-группу, но, собственно, сейчас мы ещё поговорим об этом. Посмотрим вообще, как всё это выглядит. Значит, мы накачиваем эти векауры, открываем командирский стол, и в тот момент, когда мы кликаем по тому квесту, который хотим отправить, перед нами ещё ничего абсолютно не появляется. Мы кликаем по одному спутнику, и нас просто-напросто эта векаура ведёт за ручку. Начинайте выставлять отряды. Окей, хорошо, поставим одного танка. Неудача постигнет вас, нам нужно увеличивать шанс. Ставим ещё один отряд. Оп, плюс 20. Оп, плюс 10. Оп, плюс 5. Всё, победа обеспечена. Отправляем. Начать. Начать приключение? Конечно. Далее. Ещё один квестик можем отослать. Начинайте выставлять отряды. Тут у нас... А, тут атаки по всем, да, получается? Хорошо. Раз, два, три, четыре. Победа обеспечена. Всё замечательно на нас это устраивает. Уверен, что в будущем появится аддончик, который и спутников будет расставлять вместо вас, и отряды будет ставить так, как нужно, и шанс будет просчитывать. Но пока что мы просто-напросто пользуемся этой векаурой, и это уже замечательно. То есть вам не нужно думать насчёт позиций этих отрядов. Просто-напросто расставляйте, и всё вам написано, что победа обеспечена, вы этому радуетесь. Начинаем это приключение. Как вы могли заметить, в тот момент, когда я отправлял абсолютно всех спутников, когда я отправлял абсолютно все отряды, появлялось две надписи. Первая надпись русская, вторая надпись английская. Это две разные векауры, и тут уже, собственно, какую хотите, такую и устанавливаете. Давайте покажу вообще, как всё это делается, потому что вдруг кто-то не знаком с модификацией векаурус. Что нам нужно сделать? Мы скачиваем модификацию векаурус, в чатике пишем значок слэш, косая палочка, W-A, это, собственно, сокращенная аббревиатура векаурус, и перед нами появляется наше окно с нашими векаурами. Если вы только-только скачали этот аддон, то у вас всё будет пусто. Удалю эти векауры с целью того, чтобы мы были в равных условиях, чтобы я показал вам, как их устанавливать вообще изначально, иначе это просто-напросто будет нечестно по отношению к вам. Я нажимаю кнопку «Импорт», появляется окно, в которое нужно вставить текст. Далее я открываю свой архивчик, я открываю десятую векауру, так как мне интересен русский стол соратников, и вставляю весь текст, который имеется в этом текстовом документе. После этого я жму кнопку «Импорт», и всё, готово. Русская подсказка уже имеется, но почему бы и не скачать английскую. Открываю одиннадцатый файл, одиннадцатый текстовый документ в архивчике, также копирую абсолютно все символы, которые там имеются, нажимаю кнопочку «Импорт», вставляю абсолютно всё, и нажимаю кнопку «Импорт» в появившемся окне. А его видно вообще, кстати? Да, видно замечательно. И всё, векауры восстановлены. Проверим. Скорее всего, из-за того, что спутников нет, ничего не покажется. Нет, всё показывается, но квест я не могу отправить, потому что нужен просто-напросто спутник хотя бы один. Но как бы всё работает, всё на том же самом месте, и всё замечательно. Вы, конечно, подождёте секундочку, мне придётся ждать где-то полчаса. Хочу показать квесты на ДК, всё-таки там спутники по выше уровням, там заданий побольше, и задания поинтереснее. Вот и прошла эта секундочка для вас. Я просто-напросто ждал того, когда завершится квест с целью того, чтобы просто-напросто отправить новый. Тут всё удачно, бой завершён. Театар получает немножечко опыта. Смотрим, что у нас есть интересное. Тайник странствующего горняка, это неинтересно. Тысяча опыта и 6 на 5 аниме. Опыт? Опыт хочется. Делаем раз, делаем два, делаем три, делаем четыре, делаем пять. Всё плохо. Ресетаем отряды. Всё вновь плохо, нужно думать над расстановкой, либо, скорее всего, просто уровень Театара и Рахеля маленький. Рахель седьмой, Театар десятый. А что у нас по квесту? А, так это 14-я элитка. Здравствуйте. Неплохо. Если попробовать вот так? Нет, всё равно мало. А если попробовать вот так? Это тоже мало. Не думаю, что со спутником десятого или седьмого уровня получится отослать 14-й элитный. Это просто разрыв шаблона. Так нельзя делать. Отправлю двоих сюда. И пускай они просто-напросто качаются. Победа обеспечена, но цифра в скобке маленькая. Хочу побольше сделать. Попробуем. Давайте вот как-то так хотя бы. Уже двоечку, уже поинтереснее. Да? Да. Получается просто-напросто отсылаем. Отсылаем. То есть это бьёт сюда, это сюда. Да, хорошо. В целом нормально. Начать. Уверен, это будет вин, потому что 12-й левел квеста. Всё-таки там сплы у нас посильнее и всё такое прочее. В общем, VKR работает идеально. Просто-напросто на ДК хотел так же всё раскидать и показать возможные варианты развития событий. Пользуйтесь на здоровье. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого.